Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Насколько вырастут выплаты инвалидам и ветеранам с 1 февраля, как сообщили в Пенсионном фонде России, ПФР, ежемесячные выплаты федеральным льготникам проиндексируют 1 февраля 2020 года на уровень инфляции за 2019 год. Напомним, что как мы сообщали ранее, в бюджете был заложен прогнозируемый рост на 3,8%. Однако, на днях Росстат сообщил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%. Значит, именно настолько и будут увеличены ежемесячные выплаты. В ближайшее время должно выйти соответствующее постановление правительства. Ежемесячные выплаты получают 15,2 миллиона федеральных льготников. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий и другие. Сумма выплат у разных категорий льготников отличается. Максимум получают герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы. Им ежемесячно платят по 63 708 рублей. В среднем же у большинства федеральных льготников выплата равна 2-3 тысячи рублей в месяц. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте, мне понравилось. Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними. Мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.